За последние сутки в Хакасии 26 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего в Сайногорске. 10 человек выздоровели, 145 лечатся в стационарах. Минздрав еще сократил койки для больных ковидом в медучреждениях региона. Освобождают республиканскую стоматологию, которая находится в здании бывшего абаканского роддома. С сегодняшнего дня прекращает работу отделение, которое было развернуто в Старом роддоме. Всего 396 поек развернуто. Как вы помните, максимально было 1290. То есть мы значительно сократили, но две недели. Следующее мы не планируем перепрофилировать. Олег Васильевич, такая вот просьба и поручение будет по поводу анализа. Вы прогноз приблизительный разработайте по заболеваемости, как это видит Минздрав совместно с Роспотребнадзором. Я имею ввиду на предстоящий месяц. Март, апрель, май. Прогноз поможет определиться с дальнейшими мерами. 7 марта заканчивает действие постановления правительства республики о режиме повышенной готовности. Учитывая показатели заболеваемости и распространения коронавируса на территории региона, Роспотребнадзор рекомендовал продлить ограничения на месяц. Минздрав Хакасии поддержал. В связи с чем готовится новое постановление правительства. Вносить изменения в него пока не предполагается. В частности, важно сохранять ограничения для пожилых людей, подчеркнули надзорники. За выходные скончались пять женщин и двое мужчин. Возраст от 67 до 85 лет. С учетом показателей смертности среди этой группы, я думаю, что Министерство здравоохранения поддержит. Ну и самое главное, это все-таки контроль за выполнением масочного режима дистанции дезинфекции. Это самое главное, что сейчас нам может помочь, если не уходить на более жесткие меры. Минздрав указал на проблему по вакцинации. Люди стали неактивны, особенно в сельской местности. В день всего 5-10 человек. Эту работу, в том числе информационную, надо усилить, поручил глава региона. На сегодня привиты больше 14,5 тысяч жителей Хакасии. Из них около 6 тысяч получили оба компонента. Ольга Барловская, Владислав Кустовой, РТС.